Жила-была курочка на ферме, и снесла она однажды яичко. Да не простое, а чуть-чуть лучше, чем простое. Ну, чуть-чуть лучше, чем простое. Это тоже не простое. Я учу позитивной психологии, делюсь какими-то советами. Чуть-чуть лучше, чем простое, тоже клёво. Тоже есть чему радоваться. Посмотрела курочка на это яичко. Вот так, сзади, туда, там. Оно из, ну, из попы, примерно, из клоаки, из жопной клоаки. Вниз туда посмотрела и такая, о, думает курочка, а заебу-ка я всех на ферме своим яичком. Решила она и пошла всех заябывать. И заябала всех с утра до вечера всю ферму. Обходила всю ферму по несколько кругов и говорила, яичко, яичко, то, яичко, сё, какое круглое, круглое. Над ней уже все смеялись, никто уже ей терпеть не мог, все уже уходили. И хозяин фермы даже не понимал, чё он это, чё он постоянно уходит. Почему животные постоянно с центра фермы по радиусу от курятника расходятся. Как будто в курятнике какая-то проблема или что-то ещё. Не понимал, чё происходит, думает, ну, наверное, не знаю, магнитные поля влияют на животных. Как-то что-то такое, он читал всякую-то, какую-то, ещё думал, с гороскопом не связано. Это другая сказка. Заябла она так, заябла, и понимает, что отношения-то у ней портятся. А она заябла по-тупому. Не какую-то интересную шнягу рассказывала, а такую, типа, смотри, какое у меня круглое яичко. Она такая, да у всех яички круглое яйцо, это чуть ли не синоним круглого, они у всех круглые. Она такая, не круглая, а ещё у кого-то более овальное, у кого-то менее овальное, у кого-то больше крапинки. Да насрать, ты достала всех уже, ты всех достала, кура, ты достала всех. Ну, орали уже животные некоторые, корова уже такая, блядь, ну, значит, все её уже во сне навидели, потому что задолбала. И однажды проходила мимо неё умная, ну, не знаю, лошадь, например. Как-то странно, лошади не похожи на умных, ну, допустим. Проходит, и такая, она такая сидит, такая, никто не хочет любоваться моим яичком. Я всех достаю, 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 а никто не хочет любоваться и ставить лайки моему яичку. Лошадь ей говорит, а зачем ты всех достаёшь? Курица такая, ну, не знаю, но это же яичко. Я же яичко снесла, поставьте мне памятник. Я яичко снесла, и даже тут начала лошадь такая стучать в стены сарая. Я снесла яичко, всё-таки там, да заткнись ты уже. И лошадь ей говорит такая, снимает очки, такая, слушай сюда, кура. И потом одевает обратно. Знаешь, почему ты ходишь и заявываешь всех тем, что ты снесла яичко? Почему, он такая? Лошадь, я отвечаю. Потому что полноценно и на самом деле порадоваться этому ты не можешь. Ты пытаешься порадоваться через самолюбование глазами других. Грубо говоря, ты пытаешься порадоваться тем, что понтуешься, а сама по-настоящему порадоваться не можешь. И курочка такая, а почему я не могу порадоваться? Потому что в твоей системе ценностей твое яичко находится намного ниже, чем твое место в социальной иерархии. Снеся яичко, ты пытаешься использовать это яичко для того, чтобы выше подняться в социальной иерархии, а не любить это яичко и заботиться о нем. Другими словами, значимость, то есть выебываться, для тебя намного важнее безопасности и жизни твоего яйца. А если ты начнешь тратить всю эту энергию, которую тратишь на то, чтобы выебываться, на заботу о своем яйце, тогда ты намного сильнее почувствуешь любовь и привязанность, ощутишь, заботясь, ощутишь эту привязанность намного сильнее и с ней ощутишь намного глубже и полноценнее любовь, и тогда не будешь пытаться компенсировать недостаток ощущения этой любви, значимостью и заябыванием других животных на ферме. Курочка подумала и решила сделать так. И действительно, больше ей не очень-то и хотелось ходить и выделываться, тратить у всех время и бесить всех своим яйцом, тыканьем яйцом в глаза всем. Ну, она иногда это делала, как бы, ну, что же, ну, да, дело уже и те, искать, яйцо у нее, правда, классное было, реально. Ну, не знаю, как описать яйцо, они все вроде одинаковые, но что-то она видела, куриный взгляд у нее видел, но уже адекватно. И отношения с другими жителями фермы у нее были уже намного лучше. И петух ее, то тоже, и так как у нее значимость как раз-таки из-за этого выросла, что она не как другие курицы бегает и всем тыкает яйцами в глаза, значимость ее за счет этого выросла, даже без ее уже участия, и петух ее стал топтать намного чаще, если вы понимаете, о чем я. Трахал ее чаще. Многие, может, не поняли, потому что городские дети все эти, телефон, пейджер там, может, не поняли, на всякий случай. Удачи! Друзья, стрим сегодня здесь в 19.30 по Москве. Всех жду, приходите, будем веселиться.